Рисков снижения объемов оказания медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной, в Югре нет и пока не будет. По заявлению руководителя регионального департамента здравоохранения Алексея Добровольского, ведется работа по пополнению товарных запасов в максимально быстрые сроки. Ни один поставщик или производитель лекарственных препаратов и расходных материалов не отказался от выполнения своих обязательств, в том числе по заключенным контрактам. Вместе с этим аптеки сейчас отмечают рост цен на фармацевтическую продукцию. Наш корреспондент в Сургуте продолжит тему. Очередной поход в аптеку для пенсионерки Галины Поляковой. В сумке обезболивающие и иммуностимулирующие таблетки и препараты для инъекций. Полгода назад женщина попала в ДТП, повредила позвоночник и ребра. Сейчас хоть состояние и лучшее, интенсивное лечение продолжается. В этот раз на медикаменты потратила 4000 рублей. Так как уже на пенсии, я говорю, ну это подешевле, может что-то есть. Аналоги же бывают, поэтому беру аналоги. Ну вот сейчас я была в другой аптеке, то, что мне уколов выписали и таблетки, то, что мази, все выписала. Ой, купила все, приобрела. Дефицита лекарств нет, рассказывают сургутские фармацевты. Поставки продолжаются в прежнем режиме, без срывов. Запасов даже при возросшем спросе хватит как минимум на полгода. Только вот цены стали выше. На лекарства из списка жизненно важных примерно на 5-10%. На все остальные до 30%. Это связывает с увеличением расходов на доставку и наличием во многих препаратах импортных компонентов. Ни одна фармацевтическая компания не объявила об уходе с рынка России. Мы в режиме онлайн в моменте получаем практически от всех таких крупных производителей письма о том, что прикладываются все усилия, чтобы наши пациенты не почувствовали дефицита лекарственных препаратов. Ну это все-таки такая гуманитарная, ну гуманитарный вопрос, поэтому это на контроле у государства. Даже если какой-то импортный препарат все же покинет рынок, заменить его похожим, к примеру, из Индии и Китая, не составит труда. Фармацевты советуют сургутянам не паниковать и не скупать с аптечных полок все лекарства подряд. Потому что домашний аптечный запас может пострадать из-за срока годности или неправильной температуры хранения. Елена Коткова, Рашид Латыпов, Вести Югория, Сургут. Редактор субтитров А.Семкин